В бадминтон, кажется, играют или играли все, как правило, где-то на даче или на пикнике. Обычно играющие стремятся как можно дольше не уронить валан. В настоящем бадминтоне все с точностью да наоборот. Задача каждого игрока в том и заключается, чтобы валан упал на площадку соперника. Это уже совершенно другие физические силы и эмоции. Поэтому интерес к профессиональному бадминтону в городе растет. После ремонта политеховского манежа спортсменам отвели место почти в самом центре. Здесь есть участок с подходящей разметкой. Отметим, что бадминтон – недооцененный вид спорта, хотя с 1992 года он входит в программу летних олимпиад. Развивается здоровье, координация, мышление вообще всестороннее, ловкость, эмоторика. Мне кажется, здесь развиваются вообще все группы мышц и мышление. Вообще все. И к тому же еще и улучшается зрение. Тренировки у бадминтонистов проходят несколько раз в неделю. Причем занимаются не только взрослые, но и детей здесь очень много. Сложной была разминка, что странно. А так мне очень понравилось. Я привел бы друзей и сыграл бы с ними в бадминтон. Сложно развить точность, а играть очень интересно. Родители охотно отдают свое чадо в этот вид спорта по нескольким причинам. Во-первых, полезен для здоровья. Во-вторых, отмечают взрослые, бадминтон неприхотлив по гиперовке. Когда спорт с небольшими материальными вложениями, это очень хорошо, когда не нужно покупать большую амуницию. Вот здесь ракетки выдают, валанчики профессиональные выдают. Это очень здорово, это очень большое подспорье. Алтайские бадминтонисты довольно часто выезжают на различные соревнования. Правда, пока гордиться успехами особо не приходится. Однако тренерский состав секции надеется, что все еще впереди. Ведь спорт родом из Индии только начал набирать популярность. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.